Вот это шо такое? Почему это продают? Та самая, которую я действительно купила. Это стоит 15 тысяч рублей. Я реально не знаю, что было в моей голове, когда я это заказывала. Как у кого-то хватает совести такое продавать. Посмотрите пока, как это должно было выглядеть. И как это выглядит в реальной жизни. Здарова, друзья! Меня зовут Эвелина. Сегодня у нас с вами будет уже постоянная рубрика Ожидание, реальность, Алиэкспресс. Мне есть, что вам показать, и мне кажется, что это будет один из самых больших выпусков за последнее время. Но в любом случае, ссылки на все товары вы сможете найти на моем сайте. Я сделаю специальный раздел, чтобы вам было удобнее найти. Но там еще куча разных товаров, разных категорий и категорий, категорий. В общем, этот сайт существует только для вас и только для вашего удобства. Все будет в описании. Погнали! Начнем с хорошего товара, с грустной истории. И если вы думаете, что это моя старая покупка, то нет. У меня были похожие штаны, я их покупала в фикс прайсе. Их постигла очень печальная участь. Я их всех замарала краской и краской для волос. Блин, я их просто так любила. Я их носила просто перманентно. Я в них и красила, и красила волосы. В общем, они были убиты просто в усмерть. Я, значит, пошла в фикс прайс, а там его больше нету. Открою вам страшный секрет. Абсолютное большинство вещей в фикс прайсе можно найти на Алиэкспрессе. Я сомневаюсь, что фикс прайс заказывают прямо с Алиэкспресса, потому что это стоило бы накладно. Скорее всего, они прямо напрямую у поставщиков заказывают. Заказала три разных цвета. Так что, если они снова не переживут какой-нибудь мой ремонт или еще что мне придет в голову, мы уже знаем, что их можно снова заказать. А может вам показать, как они выглядят? Не смотрите! Штаны-то, может быть, и прикольные, но по улице в них не ходите. Они просвечивают. Так что это чисто домашняя история. Сейчас будет просто... 2020... Офигеть, уже 2022-й. У меня в голове все еще 2020-й. Накладные ресницы. Я их заказала по приколу, серьезно. У меня было очень много неудачных опытов с накладными ресницами. Каждый раз я думаю, боже, как вы это делаете? Я пробовала пучки. У меня не получается. Я пробовала накладные ресницы. У меня не получается. Я просто не выкупала. Как эти девочки в интернете это делают? Я купила даже какой-то крутой клей для ресниц. И я-то думала, что у меня руки кривые. А прикиньте, дело было в ресницах. И я слышала, по-моему, Даши Каплан о том, что она очень рекомендовала ресницы с Алиэкспресса. И я такая... Ладно, что мне уже терять? Это 10 из 10. Это никогда такого не было. Но это реально лучшая покупка с Алиэкспресса. Они сейчас на мне. Жесть. Это... Я кукла? Смотрите, они почти до бровей достают. Если вам кажется, что проблема в вас, скорее всего, проблема не в вас, а в ресницах. Во-первых, только не ржите, пожалуйста. Вот это что такое? Почему это продают? Я это покупала в Литуале. Слушайте, по-моему, в 2016 году. Это что за ужас просто? У меня реально нет слов. Вы посмотрите на это. Мальчики, наверное, вообще не выкупают, что сейчас происходит. Я не знаю, как у кого-то хватает совести такое продавать. Тут еще клей какой-то. Если вам кажется, что я это где-то в подворотне купила, нет, это Литуале. Когда я поняла, насколько же потрясающие ресницы с Алиэкспресса, я заказала еще несколько партий. Да, ты можешь эти ресницы использовать несколько раз, но все равно, там, я не знаю, раз через 5-10 они уже будут не так круто выглядеть, как изначально. Я заказала ресницы, они мне должны прийти на днях, но я не могу больше ждать, я не могу терпеться. Я заказала реснички на озоне, вот эти вот. Как вы понимаете, я не в них, мне они не понравились. По сравнению с этим, ну да, они выглядят роскошно. Я не могу физически их наклеить, я не понимаю, почему я эти могу наклеить. Все, я, короче, поняла, что больше вот этим ресничкам я изменять не буду. Девочки, и вам не советую распыляться. Просто заказывайте ресницы с Алика, хотя бы попробуйте. Если вы уже потеряли надежду, новый луч надежды от меня. А многие пишут в комментариях, что это реально заметно. Ну вот издалека. Что, правда так заметно? Куча планеров. Сейчас будет обзор на все. У меня есть целый отдел с канцелярией на сайте. Я даже до того, как я в школу пошла, я мечтала пойти в школу, чтобы покупать канцелярию. Давайте начнем с плохого. Это отстой. Мне не нравится. Когда я заказывала, мне нравится, а сейчас это какой-то отстой, честно. Вот это получше. Я пыталась как-то найти этому применение. Я пыталась выделять какие-то даты с планами, которые я не могу передвинуть. Но нет, это фигня, это не работает. Вот эта штука уже более универсальна, но я не понимаю, нафига так много листочков. По сути, это может стать трекером привычек. Я пока не придумала, какую же привычку я хочу привить к себе ежедневно. Поэтому даже как-то и отмечать мне нечего. Зачем мне это заказала? Боже мой. Ну ладно, давайте о хорошем. Вот эта штука у меня уже почти заканчивается. Это чек-лист. Потом по крутости идет недельный планер. Еще вот есть такой месячный календарь. Здесь намного больше окошечек. Хоть вся эта предновогодняя суета закончилась, мне до сих пор приходят посылки с Алиэкспресса, которые я заказала в прошлом году. Вот недавно корсет пришел. Я думаю, еще какую-нибудь сумку может к нему заказать из такого же материала, чтобы лучше сочеталось. Сейчас как раз зимняя ликвидация товаров и скидки до 80%. А еще больше получилось сэкономить с кэшбэком от Letyshops. А сейчас можно вернуть кэшбэк в три раза больше обычного. С 10 по 14 января на Алиэкспресс будет действовать горячий кэшбэк, увеличенный до 15%. То есть в три раза больше стандартного. Что это значит? Если с стандартным кэшбэком вы вернули бы с покупки, например, 300 рублей, то теперь вернете 900. Если кто еще не знает, как активировать горячий кэшбэк, показываю. Нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение. Вот так вот активировать горячий кэшбэк и оформить покупку. Кэшбэк вернется вам на баланс, и вы можете вывести его на карту или на мобильный счет. То есть это реальные деньги, не какие-то бонусы. Эти же деньги можно потом еще потратить на эти же покупки. А потом еще и с них вернуть кэшбэк. Я тоже в деле, я тут уже собрала себе корзину на... Боже, мне страшно, мне страшно смотреть. На 52 тысячи рублей. К тому же на Алиэкспрессе есть товары с пометкой плюс, где доставка займет до 14 дней. То есть долго их ждать не придется. Поэтому заглядывайте в описание под видео, регистрируйтесь на Letyshops, ну или скачивайте приложение и экономьте ваши деньги уже прямо сейчас. Так вот насчет корсета. А вы посмотрите, какие ленточки. Это мои. Сейчас я вам покажу, что было изначально. Оно вообще не сочетается. Как до этого додумались вообще? И я пошла в Леонардо и купила ниточки. Я с собой не брала корсет. Я так по памяти пыталась вспомнить. И по-моему вообще хорошо сочетается. Особенно по сравнению с тем, что было. Чисто 100 рублей на ленточку докинула, чтобы корсет лучше смотрелся. Если бы ленточки были бы нормальные, но это просто 10 из 10. Очень красиво. Это прям то, что я хотела. Я вам показывала на 11.11, что я хочу его заказать. Я его и заказала. Если бы не эти ленточки уродские, было бы просто 10 из 10. А так? Ну 9,5 из 10. Ну это не сложно их перевязать. Под одним из моих хрилсов в инстаграме написали, что та самая, которая их действительно купила. Это жерстяные лосины. Кто посмотрел мое видео с лучшими образами салика, уже словил это спойлер. В них не просто тепло, в них жарко. Было на улице где-то минус 7. Я пошла в них, в юбки. Я спарилась. Они очень теплые. Это оптимальная вещь на температуру где-то минус 15, минус 17. Да даже и минус 20. Почему у меня этого не было, когда я жила в Новосибирске? В общем, девочки, это реально must have. Вот насчет этой покупки я реально жалею, что я не купила это раньше. Ну что, наша уже постоянная рубрика. Бижутерия с Алика. В последнее время мне такие красивые украшения стали рекомендоваться на Алиэкспрессе. Если вам вдруг кажется, что я не смогла устоять, то это я еще сдержалась. У меня в избранном таких украшений еще просто дофига. То, что я купила только два, это просто верх моей силы боли. Эта вещь вызывает миллион споров в моем инстаграме до сих пор. Каждый раз, когда я поищу этот септу, это септу он называется, я не шарю за вот эту вот всю тему, я позер. Каждый раз, когда я поищу опрос по поводу этого украшения, всегда 50 на 50, всегда у меня в директе просто кошмарный срач. Вау, тебе идет, прокалывай, кошмар, Эвелина, вытащи это из носа. Мне кажется, равнодушным не может остаться просто никто. Как вам? У меня много разных. Надеваются они не очень приятно. У меня же есть рожки. Блин, для косплея коровьего вообще было бы классно. Мне кажется, мне идет. В общем, если вы очень хотите себе сделать септум, но родители прям экстра против, то до 18 лет, в принципе, можно походить из такими. Бессмертная классика. Колготки в сетку. Я очень давно хотела колготки в сетку, но в мою голову просто не входила мысль, что я могу это заказать на Алиэкспрессе. Я не знаю почему. Я купила их в каком-то магазине, и это был просто кошмар. Сетка не тянулась вообще. Она впивалась мне в ногу. Это реально выглядело, как колбаса-вязанка. И мне повезло, что я тогда эту идею не отбросила, и решила заказать все-таки на Алиэкспрессе. Это 10-10-10. Вы посмотрите, как оно тянется. Они обволакивают вашу ногу феноменально. Можно их даже зимой носить. 10 из 10. Я что могу дышать? Я уже снимала видос в этой футболке. Ее вообще супер внезапно для меня. Она такой фурор вызвала. Мне кажется, многие даже не знают, откуда это, и что это типа мерч. Неофициально, естественно. На самом деле это мужская футболка XXXL. Эта рубашка из Animal Crossing. Она мне долго шла. Она просто жесть, как долго мне шла. Но я дождалась. Из минусов, это все-таки мужская рубашка, поэтому тут пуговицы застегиваются на другой стороне. Неудобно, непривычно. Еще одна вещь, которую я вообще не поняла, что такой фурор вызвала. Это пин. Вот так вот крутится. Вообще, это для работы с цветом. Я его показывала в распаковке в сторис. Всем так понравилось. И очень было много вопросов, это вообще зачем. Все думали, что это просто красивый пин, но не, он крутится. Тут есть подсказки, как сочетать цвета. Вообще, у меня есть целый видос, как сочетать цвета, но видос полезный. Но из-за того, что он старый, там есть уже нотки кренджа, поэтому не рекомендую к просмотру. Вещь не только реально красивая, но и полезная внезапно. Я заказала комплект пижамы на Алиэкспрессе. Это походу реально хлопок, или как минимум 90% хлопка. Все мне говорили, что старые одежды, которые ты используешь как домашнюю, и одежды, которые специализируются как домашнюю, даже близко рядом не стоят. Я не верила. Пока не попробовала. Она у меня еще и в двух цветах. Эта пижама уже пережила куча стирок, даже при 60 градусах. Идеально. Просто офигенно. Это размер L. Если что, я ношу XS и S. Она мне нормально по росту. А я ростом 155-157 сантиметров. Возможно, кому-то покажутся очень короткие рукава. Напоминаю, что я человек полторашка, а это размер L. Но мне очень удобно. Если я там умываюсь, что-то делаю руками, то мне рукава не мешают. Лучше просто всегда имейте в виду, что на Алиэкспрессе практически все маломерят. И читайте отзывы. А спонсор моих красивых фонов — закатная лампа. Когда они только начинали набирать популярность, я решила заказать лампу на Озоне. И она стоила значительно дороже, чем лампа на Алиэкспрессе. Но я не хотела ждать. Я просто не знаю, почему я не хотела ждать. И есть два вида таких ламп. Вот это работает от пульта. Синий, красный — это красный. И есть также лампа, где ты сам меняешь фильтры. Естественно, где ты сам меняешь фильтры дешевле. Я вам все-таки рекомендую брать с пультом, потому что здесь цветов больше. Это удобнее, чем постоянно что-то менять. А еще можно низкотеку сделать. Балдежь. Как это выключить? Алло? Я не знаю, как это выключить. Все, пожалуйста, хватит. А, все, просто цвет надо выбрать. Кстати, мне еще нравится просто белый цвет. Это белый цвет. Так что если вы все еще не купили себе лампу и думаете о том, какую вы мне заказать, берите с пультом. Я как человек, который попробовал обе, говорю, что с пультом удобнее. А где еще один? Произошло то, что я боялась. А вот он. Секунду. Подержите, пожалуйста. Мне кажется, что это немножко странно. Я реально не знаю, что было в моей голове, когда я это заказывала. И не знаю, с чем мне это носить. А еще тут очень легко потерять эти рукава, потому что они не пришиты. Как думаете, мне идет? Или нет? Но! Ой, микрофон мешает. Микрофон мешает заценить штанишки. Вы зато зацените эти штаны. Я на них долго смотрела. И все-таки решилась. Я думала, что я в них буду ходить на танцы. Но на танцы я так и не пошла пока что. И вряд ли пойду раньше, чем апрель. А так прикольные штаны даже не просвечивают вообще. Просто супер лайк. Там, интересно, есть размеры? L. Ну, в принципе, могла и M, и даже S заказать. Короче, берите по размеру, если вы захотите эти штаны. Берите по размеру, потому что они мне не длинноватые. Но тут есть резинка. Очень удобные шаровары. А вот насчет этой кофты я хз. Не знаю, не уверена, что она хорошо на мне смотрится. Это стоит 15 тысяч рублей. Короче, это стабилизатор. Я его покупала специально вот для этой камеры. Я его уже опробовала. Он просто фантастический. Если его нормально настроить. Там можно и телефон поставить, можно и камеру поставить. Можно даже камеру побольше поставить. В отзывах пишут, что даже вот эту вот Соньку, она может стабилизировать. Но она тяжеловата. И у меня есть еще один стабилизатор. Который более тяжелый, 100% эту камеру выдерживает. И я долго на него смотрела. Я посмотрела просто все отзывы. Я заказала. Я в полном восторге. Я уже сняла много видосов благодаря этому стабилизатору. В целом, я люблю тратить деньги на технику. Я просто люблю тратить деньги. А когда тратишь деньги на технику, как будто даже и не на фигню. Чтобы я так в квартиру свою вложилась. Или в машину. Или во что-то, что приносило бы мне доход. Ну стабилизатор же мне доход приносит. Все нормально. Всего лишь на 15 тысяч рублей. Это сейчас 15 тысяч стоит полный комплект. Но я покупала на распродаже со скидками. Поэтому я купила за 11. Часто, когда какие-нибудь распродажи, я в сторис почву промокоды. И вот я тоже один из промокодов использовала. Блин, подписывайтесь на мой инстаграм. Там и фотки каждый день выходят. Я бы вам показала, как он выглядит с камеры. Но я снимаю на камеру. Если вы вдруг внезапно решитесь купить этот стабилизатор. То берите с треноги. Потому что без треноги будет его очень сложно настраивать. Я вас уверяю. Это для ценителей. Короче, у меня была просто бзик идея. Сделать косплей на дофламинго. Я думала насчет этого реально несколько недель. Очки очень хорошего качества. Я видела их за разную стоимость на Алиэкспрессе. Я там их видела и за полторы тысячи, и за три тысячи. И, честно сказать, я не знаю, что можно сделать еще лучше. Эти очки стоили 600 рублей, по-моему. Даже если не шарить за ванпис, то тоже прикольно. Стильно. Мне кажется, мне идет. Эти перья я тоже заказала с Алиэкспресса. И они линяют. Просто жесть. Как собака весной. Все в перьях. Когда я их только открыла, весь стол был в перьях. Просто ты ходишь, из тебя летит. Вот даже сейчас все в перьях. Мне нравится Алиэкспресс тем, что можно найти всякие прикольные штуки для косплея. Вот такое даже в аниме-магазинах не купишь. Потому что это слишком узко специализированная вещь. Да и в целом это очень странно, но мне кажется, что в СНГ ванпис не так популярен, как тот же Наруто. Посмотрите пока, как это должно было выглядеть. И как это выглядит в реальной жизни. Ни в чих снимать не буду, а то Ютуб мне точно забанит видос. На фотке такая чистая, плотная, бархатная ткань. А это что такое? Что это за пятно вообще? Вот у меня живот вспотел. Мне нравится концепция, мне нравится сам цвет, который мне должны были прислать. Мне нравятся вот эти веревочки, которые переплетают руку. Но то, что я имею по итогу, по-моему, это отстой. Я реально не рекомендую вам это заказывать. Проще шить самим, это выйдет по цене примерно так же. Я вас уверяю, ребят. Просто закольцуйте эту бархатную ткань, сделайте здесь шов и все. Пришейте веревочки. Ну ладно, ну не так уж и плохо. Но это не то, что я хотела. Вообще не то. Но при желании можно добавить чуть-чуть разврата. Или не чуть-чуть. А вот этот тоже просто топ. Мне кажется, мне супер идет. Я давно мечтала о белой ушанке. Честно, я еще мечтала о розовой ушанке. Но я думаю, что будет уже перебор. Будет слишком много ушанок у меня дома. Я вам ее уже спойлерила в видосе, но сейчас я ее затестила. И точно вам могу сказать, что это 10 из 10. А еще там очень смешные комментарии под этим товаром. Я вам показывать их не буду, потому что это жестко. Она намного более мягкая, чем моя черная ушанка. А еще здесь были застежки, чтобы вот так вот носить. Но я так не люблю. И мне кажется, что эти застежки некрасивые. Поэтому я их просто отрезала. Хорошо, что под этот топ я блузку пододела. Топик за 600 рублей. Там еще разные цвета. И я от него тоже в полном восторге. Ладно, не в полном. Тут, короче, был очень уродский шнурок. Но я просто купила новую в Леонардо и все. Вот прошлый голубой топ тоже должен был быть такого же материала. Но нет. Нет. Ладно, возможно, я сама себе такой голубой топ сошью. Все ссылки на все товары, которые я вам сегодня показала, уже есть на моем сайте. Пишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего. И если вы уже досмотрели прямо до этого момента, то я хочу вам сказать, что я открыла у себя вкладку спонсорства. У всех, кто спонсирует это видео, рядом с ником будут специальные значки. Очень крутые. А еще вы сможете использовать в комментариях специальные стикеры. Ну и самое крутое. Только для вас будут эксклюзивные видосы, влоги и посты. А на этом все. Меня все еще зовут Эвелина. Удачи вам, друзья. И до скорых встреч в новых крутых видосах.